Я родилась в Британии И стремишься к ней. На пути к цели ты преодолеваешь препятствия, ветер, жару, волны, шторм. Вдохновленный победами, ты думаешь, что скоро достигнешь цели, но она не приближается. Она недостижима. Это настоящее приключение. Для меня создание архитектуры то же самое. По-моему, здесь все идет как надо. Символы Франции женщины Жанна Д'Арк, Коко Шанель, Эдит Пиаф. Истинные француженки умеют окружать себя толпами сподвижников и поклонников. Блестящие, талантливые от Бога, они неотразимы. В их ряду Адиль Дек. То, что Адиль Звезда видно сразу. Яркая, экстравагантная, эпатажная. Не то рок-дива, не то байкерша. На самом деле она выдающийся архитектор, признанный во всем мире. Решение Адиль учиться архитектуре вызвало неодобрение родителей и соседей. В маленьком городке, где проживала многодетная семья Дек, самостоятельная жизнь молодой девушки в Париже не считалась приличной. Бунтарка с амбициями и радикальными взглядами на мир бросила вызов к устоям французской провинции. Она блестяще стартовала. Окончив две экспериментальные школы в конце 70-х, уже в 85-м Адиль открыла собственное архитектурное бюро совместно со своим коллегой Бенуа Карнетом. Экстравагантная пара быстро добилась известности. В каждом своем проекте мы пытаемся создавать подвижные меняющиеся пространства, доставляющие людям удовольствие. Легендарный французский философ Поль Верильо как-то сказал мне, что в 21-м веке задачи архитектуры изменились. Если раньше она стремилась быть функциональной, то сегодня ее целью должна стать забота о человеке, о его существовании. Мир изменился. Многие люди вокруг нас испытывают целый комплекс социальных проблем. Меньше всего их заботит окружение и свое собственное тело. Единственное, что они хотят, это сохранить работоспособность, чтобы оставаться полезным для общества. По-моему, архитектор должен взять на себя заботу о теле человека. Вот почему мы экспериментируем с разными формами и функциями. Мы пытаемся пересмотреть принципы человеческого существования. Проектная философия Адиля Бенуа шла вразрез с конъюнктурой, ориентированной на удовлетворение интересов государственного престижа. Они искали вдохновение в современном искусстве, в художественных инсталляциях и перформансах, ставших для них лабораторией трансформации пространства. В архитектуре все должно быть экстремально. Ты сжимаешь пространство, растягиваешь пространство, давишь на пространство. Возникает сила, которая воздействует на людей, приводит их тела в движение. Это действительно магическое. Это действительно эффект порт. Мы можем просто скрыть и увидеть другую другую сторону. Это позволяет проектировать так, как режиссер монтирует кино. Он нарезает кадры, таким образом меняя картинку. Мы открываем и закрываем двери, совмещая разные миры. Собственную теорию, получившую название гипернапряжение, архитекторы наглядно представили в виде динамичного пересечения прямых и изогнутых плоскостей, что создавало эффект необычных перспектив. Тема получила развитие в их собственных проектах, в виде макетов под лозунгом «Модель как послание». Модели мы делали в самом начале работы над проектом. У каждого объекта их было несколько. Таким образом, мы проводили серьезные исследования контекста и образа здания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...